Привет, зритель! Если ты любишь обзоры хавчика, что где куплено, какие где скидки на данный момент бытия, на данный момент записание ролика 19 сентября 2019 года, постараюсь сегодня записать, то welcome to hell, смотри сей ролик, можешь фоном смотреть, если ты умеешь спиной глядеть. Если ты мимо шел и вдруг увидел этот ролик, ну, тоже welcome to hell, смотри, короче, я гоняла по делам в другой район, за район за свой бывший, и был дождик, но мне позарез надо было ехать, я пообещала, что поеду на велике, в итоге я ехала в этом самом дождевике, ну, как бы хороший дождевик, ничего особо не дамокло. У меня с собой была сумочка, был еще пакетик. Вот в этой сумочке сейчас покажу одну штуковину. Сумочка, кстати, самопальная, я ездила к тому, кто за свое время засамопалил эту сумочку. У меня была несколько иная сумочка, это сумочка моей сестры или тети хрен знает, ну, короче, мне ее отдали, она теперь моя. Мне надо было тирок. Я год с лишним назад прочищала ванну, потому что люди считали, что надо ее прочистить, и раковину, потому что, ну, надо было. И как бы это было год с лишним назад, вроде все ништяк, но профилактики ради я решила его купить. Еще месяц так думала. И в магните у нас он что-то по 300 с чем-то, а здесь он по 200 с чем-то. Я сейчас даже достану чек, чтобы уточнить, потому что там еще была какая-то такая скидка, которую я хочу порекламить. Друг у кого-то есть пятерка и кому-то захочется ту штуку. Не вот эту, а другую. Еще бывает красный тирот. Я не знаю, в чем разница. У меня, по-моему, в прошлый раз у меня тоже был синий, его хватает на два раза ровно. Сейчас я за кошельком залезу. Мне даже какую-то фиговину дали из этой пятерки, потому что я что-то на 600 с чем-то закупилась. Пятерка, да? Где хоть тут сумма-то? Так давно не была в пятерке. 661 рубль 86 копеек. Короче, 662 рубля. Так, где она? Штука-то эта. 242,99. Грубо говоря, 243 без одной копейки. Это у нас тир. Серег можно обратно отправить. И пакетик этот тоже туда же. И еще у меня был пакетик, в котором была одна вещь. Теперь у меня тут всякое такое. И я тут... Говорят, что я схуднула. В прошлом ролике про обзор шмоток, про примерялочку. Я так понимаю, уже заметила, что даже специально засняла на себе, а не так вот поларестива у крана. Что людям нравится смотреть вот эти всякие примерялки. Жалко, у меня не столько много шмоток. Так что я бы писала раз в неделю или раз в две недели этот какой-нибудь ролик с примерялками. Ну, что он так это быстренько на обзорчиков, просмотриков, точнее набрал вот это как-то популярненькие такие видео. Ну, если вдруг кому-то надо, я могу снова свой картерок перетрести. У меня есть какая-то замшелая рубашка. Я про неё совершенно забыла, думаю, её пустить на тряпки. Но, может быть, зритель скажет, не, Лёля, ты чё, такая суперкрутая рубашка, я издывная на велике. Я купила себе салфетки, красная цена. Обычные салфетки, короче, я у них то то ли покупаю, если бывает, то красная цена. Мне бы надо разобраться в шкафу, стеной, не стеной, конечно, в коридоре, который стоит, который в бывшей моей квартире стоял ещё у бабушки в квартире, в комнате, пардон. И у меня просто получилось так, что что-то очень много заготовок я сделала. Тётя мне ещё подкинула там всякие соленья. Ну, в основе у меня всякие варенья, сиропы, желе и ещё тому подобное. И пришлось быстро разбирать полки. Ну, как это быстро? Я не знаю, как вы, я быстро разбираю так. Я скидываю всё практически скопом из одной полки в другую. Хренак. И вот мне надо бы там разобраться, потому что до этого было всё убрано, так нормально разобрано. Одна полка только с каким-то бумажным барахлом, на который мне всё руки пока не доходят, стоялась слегка с вареньем. И вот теперь там, где был изначально идеальный практический порядок, конкретный бардак, я не знаю, есть у меня салфетка ещё или нет, вот пришлось купить. Крыла салфетки 100 штук, сейчас скажу. 100 штук в смысле в пачке. Бумажные салфетки 15,99. Короче, 16 рублей без копейки, в последний раз, по-моему, я их вообще за 20 брала. То из-за чего я доставала чек. У меня, конечно, оно ещё есть. Я поняла, что чисто подсолнечное масло, я пользую подсолнечное масло Слабада, по совету моих родственников. И Альтера. С Альтерой я познакомилась сама лично, а со Слободой меня родственники познакомили. И, в общем, ещё мне нравится Мистер Рика. Я постараюсь на этой неделе, может, на следующей, короче, в сентябре точно обозреть этот... Пустые баночки еды. Я давно что-то не обновляла этот плейлист «Сесть или выкинуть». У меня есть такое замечательное масло Мистера Рика. Я давно его что-то нигде больше не видела. Увидела, купила. И вот я бы даже его без скидки купила. Но что-то пока не видела. Короче, у меня как бы... Вот чисто подсолнечное масло, оно стоит. Я купила две бутылки, что-то была одна, потом ещё одну купила. Чисто подсолнечным я как-то редко пользуюсь. Но от безысходности, когда всё заканчивается, то подсолнечное подойдёт. И в деревню увезла одну бутылку. Она там что-то благополучно так закончилась. Причём, ну, не полная, может, была. И я поняла, что это масло, оно год обычно хранится. Там у него срок годности до февраля был. И вот у меня недавно закончилась просто подсолнечная тоже слобода. Я ещё отливала тогда в деревню. В полулитровой бутылке из-под минералки туда увозила. Потому что как его ещё увезти? И, в общем, подсолнечное масло в деревне немножко есть. До февраля следующего года. Но будет жить долго сейчас. Там совсем чуть-чуть. Вот на пару приездов чисто, чтобы что-то поджарить или своять. И даже, в смысле, на пару приездов утром приехал, вечером вернулся. Или даже обед вернулся. А тут у меня было масло Альтера. Точно вот я подсела на это. Ну, в смысле, оно мне нравится. Подсолнечное с оливковым. Я что-то в чистом виде не помню. Ну, давно я в чистом виде не покупала именно оливковое. Я не знаю, пойдёт оно у меня в чистом виде или нет. Я помню, виноградное покупала. Ещё какое-то. Рыжечника не помню, покупала или нет. Горчичное у меня было. Рапсовое тоже не помню. Ну, как-нибудь куплю и рыжечника, и рапсовое чисто попробовать. Потому что консервы всякие такие рыбные, пресервы, да, они называются. Они обычно в масле рапсовом. И как бы оно не чёток идёт. В общем, Альтера масло подсолнечное с добавлением оливкового. Я тут ещё по рецепту Ани, которая мне озоновскую посылку, подарок присылала, делала майонез. Я до этого его свояла. Как-то так в кукпедик скинула рецептик. Он уже там висит. И думаю, чужон у меня такой жёлтый получился. А скинула Аня в речку. А она мне сказала по-другому. Что она туда добавляет? Я вчера специально за лимоном пошла. И мне реально так получился по вкусу вот именно такой конкретный майонез. Ну, я туда соли добавила немножко. Так, в общем, вот. А так как я делала вот на таком же масле, то оно у меня слегка там... Не то чтобы там где-то две трети ещё осталось. Я тут увидела, думаю, что же не купить-то. Оно у нас, правда, в мае сделано. Ну, я надеюсь, я до мая следующего года, его 14 мая следующего года уделаю. Ничего я тут говорю, я не говорю, сколько оно стоит. Так, масло подсолнечное 810 мл. Да, я думала, тут литровая бутылочка. Сейчас у меня будет такое очарование. То есть на 810 мл. То-то оно у меня быстрее заканчивается, чем то литровое. То бишь тут на почти 200 мл меньше, чем в обычной бутылке литровой у слободы. Ну, да хрен с ним. Стоит она у нас 70... Где оно тут вообще? Масло-то где? Я только что видела тебя. А, вот оно. Даже не 70. 69 рублей 89 копеек. Охренеть. 69 рублей 90 копеек без копейки. Даже не скажешь, что без копейки. 69-89. Так что, если у вас под боком есть пятёрка, или она где-то есть в вашем населённом пункте, и вы любите такое масло, айда за таким маслом оно поскидкое. Так, я купила себе килограмм сахара. Он тут слегка дешевле, чем у нас сейчас в магните идёт. Правда, я вчера не смолела его цену, но у меня вроде как бы ещё есть сахар, но я тут хочу из яблок сделать сок, а потом из этого сока не процессивая, хочу сварить типа сироп, но так, чтобы ещё и с пенкой было, посмотрите, что будет. В общем, у меня купила себе килограмм сахара. Он 1 сентября этого года своя. У него какой-то там второй сорт. Или нет? Категория нет. Сахар белый кристаллический, категория TS2. Я думала, второй сорт. Четыре года он живёт, но я подозреваю, он у меня не доживёт. Это красная цена у нас. Сейчас скажу, почём кайф. Там вообще всякие разные сахары. И даже есть тупо весовой. Знаете, как раньше в магазины приходили, когда не было вот этого самообслуживания, типа как в пятёрках, магнитах и прочей трепухе в этих сетевых магазинах. И вам в пакетик килограммчик так насыпали. А когда в деревне ездила в Прилуке за двумя килограммами сахара, я думала, что там вот так вот и насыпают. А оказывается, у них тоже похожи такие пакетики, уже расфасованные изначально. И там вот этот килограмм сахара стоил 28 рублей с копейками. Вот в пятёрке чисто вот так вот, в пакетике уже завёрнутый. Слегка подешевле, чем который я купила. Сахар-песок 28,99. 29, без копейки. Короче, 29 рублей без копейки. А там, ну, по-моему, на 10 копеек дешевле. Вот этот вот пакетированный, скажем так, в пакетике сахар-песок. Вот. Если вам нужен сахар, и вы там тоже залипаете, как я, по варенью, тут решила, что у меня тётя, типа, вот это окно, всё, такое, заготовка-то-то сделала. Она ещё мне говорила, что черничное варенье, типа, она как... Как-то у меня была баночка с черничным вареньем, уже без него я покупала в Дикси, по скидке, ещё помню, на часовом. И мне всю плешь про... Весь мозг проелся. Плешь-то нет у меня, но... В общем, разговорная такая всю плешь проела. Кот в комнату заглядывает. Он у меня вчера на бедокурил. Сейчас мы с ним гуляли, и ещё 8 с половиной часов он без меня шарахался. Причём вообще никак бы не отзывался. Я на Ютубе не писала в этой... На стене, потому что, в принципе, ну, чем мне помогут люди на Ютубе? Вот в Инстаграм просто... С телефона я выхожу на Ютуб через творческую студию, и там на эту стену не зайдёшь. Ну, нету такой функции. Можно зато как бы проверить загруженный ролик. Или нет? Тише, ты такой жирный, толстый козёл, который сейчас забрался на пианинную вот эту клаву, хоть и покрытую. Она даже скряпнула. Давай, звали, оттюдова. Короче, я в Инстаграм писала, в ВКонтактике писала. Суть такая же, что он сегодня спал всю ночь. Меня не доставал, не орал, что типа хочу гулять. Днём спал вот так ещё. И как бы, я надеюсь, что он не будет пока проситься гулять. Но вот он вылез. Из-за того, что у меня вчера весь день как-то под хвост ушёл, в буквальном смысле практически. Я ничего не готовила. Я съел вчера все свои щи. Сегодня вот буду после этого готовить. Короче, сахар, песок. Ну и мне тётя, типа, вот ты много таких заготовок сделала. Я говорю, к тому, что я не хочу. Типа сначала много так сделала. Не придётся варенье покупать, черничное есть. Много так заготовок сделала. Даже варенье шишечек сварила. Вчера её угостила. Ну, она как-то, не знаю, прониклась, не прониклась. Но она, в принципе, в целях лечебных варилась. И она реально такая лечебная, витаминная, больного горла, всё такое. Не то, чтобы вот хавать ложками. Прониклась она, не прониклась, но запить она попросила. Водички, в общем, суть такая, что я как-то... Говорят, что я схуднула. Я по себе чувствую, что слегка схуднула. Правда, я не мерила пока эти брюки свои лёновые, которые в Беларуси покупала последний раз, когда там была, уже два года назад, голубые. Они тогда что-то в середине весны на мне не сходились. Одевались, но не застегались. Вот не знаю. Я просто как-то отказалась. Не то, чтобы вот... Я помню, мне Вика, которая у нас в уфлудилке сидит там по хавчику или по СМР, уж точно не помню, из Москвы Вика. У меня её сумочка есть подорочная с куфочками. Хозяйственная такая розовая. Магазин сейчас. Короче говоря, она мне тогда, ну, как всю флудилку, полтора землекопа, и меня что-то агитировала, что отказаться от чая с сахаром. А мне чай с сахаром надо, вот крепкий сладкий чай с сахаром, когда вас-то склеиваешь, вот мёртвого поднимет. Ещё булочка с маслом обязательно и с сыром. Ну, я могу и просто сладкий крепкий чай схомячить без всяких булочек и сыров. Что-то на сыр меня не тянет, я раньше любила Адлу, а тут как-то купила, и она у меня так и не пошла. Ну, как-то я её потёрла, макарошки не ем. И суть такая, что я стала хавать только сладкое, варенье, мёд, очень редко какие-то там гонфеты, и более ещё редко все эти печенье или ещё что-то делаю, как-то печенье сама. И вот хавчик, который сам делаешь, знаешь, из чего. Другая подписчица, про неё уже говорила сегодня, в этом ролике Аня, она мне выдала такую фразу, на которую как бы все знают, что когда начал что-то готовить, что уже другого не захочется покупного, потому что знаешь, из чего-то оно сделано. Я просто как-то купила какую-то сладкую фигню в магните, там было написано как бы масло растительное, хрен знает, какое масло растительное, иногда и кокосовое кладут, и меняемое. Ну, в смысле любое какое-то, кроме пальмового. Оказалось, пальмовое, я чуть ласто не склеила ночью, ну, в общем, я решила, что как бы буду есть то, что вот сама готовлю, минимализировать покупку сладкого и потребление этого сладкого, и как-то нормально так идёт всё. Но я всё-таки себе купила кое-что, потому что я, хоть у меня в закладках на купере висит несколько рецептов халвы, у меня родственники даже делали халву, но я понимаю, что как это даже они делали, значит, можно как бы это своять, но я ещё пока не делала халву, поэтому я купила себе халву. Она даже не была под скидкой. Но там меня, правда, держало кое-что другое, которое я тоже всё пытаюсь сама освоять, но как-то всё время не бывает, не хватает на ютубе, не хватает в это лето. Правда, уже не лето, а осень, но вот как-то, как-то да, совсем недавно смонтировала, ещё последний раз, когда была в деревне, уже в сентябре, этот ролик про Абхазию последний. В общем, Шарлиз халва в глазури. Что за халва, не знаю. Взяла на 12 августа этого года, в 10-16. Кондитерские транзиции, или что-то в этом мире. Я на одну из них вот так увидела халву, нажала пальцами через упаковку на одну штучку, она такая мягкая, я думаю, блин, мне это стоит Тайп-Тарк, который я по приезду, что-то кучу всяких делала, и винда ещё обновлялась, и пришлось откат делать, и заново ставить её, и все эти фотошоп ещё осталось, шрифты кое-какие поставить. Буду завтра Тайп-Тарк, и как бы надо мангири поддерживать. Сегодня-то я планирую доделать царебоку, но там мозгов особо не надо, в смысле их не надо поддерживать чем-то. Доделала бы и вчера, но пришлось дёргаться каждый буквально час. Я кругов 10 или 12 в определённых районах настроила, а этот козел был в определённом месте, и самое интересное, он, видимо, он бы до дома стопудово не дошёл, но мы едим и пьём воду исключительно дома, где живём, в деревне, допустим, это делаем, или тут. Я не видела, чтобы он из ведра в деревню пил, хотя вот иногда уезжала там куда-то, и он на улице был, и ведро на улице с водой, ну типа вот тебе, если что, попьёшь. Он терпел. И в туалет мы ходим только дома. И вот он 9,5 часов тусил на улице, грубо говоря, вот вместе с тем, что я с ним ещё гуляла час, и терпел. Я пришла домой вместе с ним, вот первое дело он побежал в туалет. Так вот, за него у меня вчера день в коту подход ушёл, и осталось там страниц 7, наверное, перевода, уже просто сил не было. Хотя у меня отходняк вчера был, я дошмадок переодела, где-то часа в 3 уснул, наверное. В общем, Шарлиз, я вообще очень люблю халлу в шоколаде, миндальную халлу. Этот, арахисовую халлу, стабильную вот эту, из семечек, ну, подсолнечную халлу. Так что, люди, если вдруг что, я просто даже люблю халлу. Если вы вдруг, блин, Люля такая крутая, клёвая тёлка, снимает такие классные видео, монтирует, тратит на нас время, на нас время, на вас время. Я так хочу ей сказать спасибо, и не просто спасибо, я хочу ей задарить халлу. Вот, халва. Без разницы, не обязательно Шарлиз. Я раньше любила Родфронт, но потом меня как-то подруга присылала из Питера, в общем, когда-то было дело, когда я, у нас был бартер, я делала кое-что для неё, она делала кое-что для меня, и вот иногда там присылала мне, допустим, халлу, там, на день рождения, или на Новый год, как-то так вот, на какой-то праздник, и спрашивала, что я хочу, вот хочу халлу, значит, да, она обычно сладкая, мне и чай присылала, как-то так. Ну, или иногда какие-то прибамбасы к чаю, у меня там есть клебасы, сбомбили от неё, ещё что-то, турка даже есть, на которую очень много моих личных ресурсов, временных жила, но турка у меня мелькёровая есть от неё. И я считаю, что это очень различный, бартер был, мне сейчас у неё всё хорошо, я надеюсь, ну, в смысле, как бы мы общаемся, конечно, она мне как-то прислала халлу в шоколаде Тимошка, мне очень так она понравилась, по-моему, Тимошка называется в таких вот чёрных пакетиках, тоже так, ближе к чёрной упаковке, я иногда покупаю себе, если вижу, допустим, халлу Ротфронт не идёт по скидке, или даже она и без скидки, я могу взять, но она твёрдая, вот если её не возьмёт, даже по скидке её твёрдая не возьмёт, допустим, нет халлы Ротфронт, нет ещё какой-то, другой халлы тоже нету, есть только вот Тимоша, вот этот, значит, и Ротфронт, если нет, допустим, Ротфронта, или он каменный, я беру Тимошу, если он меняем, и вот это вот, я не брала ни разу, кажется, попробую. Интуитивно она мне очень понравилась, сейчас скажу, по чём счастья, но без скидки, как я уже говорила, тут 400 грамм, и 72 рубля 0,5 копеек, моя бы бабуся обрадовалась, она, знаете, такой советской закалки человек была, она была продавцом-кондитером, и вот у них там были всякие такие копейки тоже, вот то, к чему у меня изначально тянулась рука, и то, что я тоже всё пытаюсь сделать, у меня рисовая мука, и её заканчивалась, и покупала, кстати, рисовую муку можно купить иногда даже дешевле, чем в Ашане, если в вашем магазине, или вы из Углича, есть Ашан, и есть Пятёрка, да, вот в Пятёрке можно иногда дешевле, чем в Ашане, купить эту рисовую муку, и там есть кукурузная мука мелкого помола, в последний раз я и той, и другой покупала с Пятёрки, над Солнечным, в общем, чим-чим сделана корейцами, фунчоза, стеклянная лапша из зелёных бобов, правда, это не рисовая, но всё же я имею в виду, что вот хотела рисовую лапшу сделать, для корейских салатов идеально, вот я думаю, сейчас рыбный суп сваять, и вот её отварить, там огурчика, вроде у меня даже какая-то помидорка подсозрела, или мелкие помидорки виноградные, ещё есть красные, огурчика с помидорчиками и чесночком пофигачить, я ещё вчера сделала вечером, я собиралась давно, но так как у меня уже фасоль была отварена, и третий день она бы не пережила, уже будучи отваренной, я вчера вечером уже, когда кот пришёл, всё, ништяк, я где-то 12 ночи, я ваяла пхали. По рецепту из купе, я там закладки засунула, да, кстати, не сказала, это фунчоза, этот чим-чим идёт, сейчас по скидке, сейчас скажу, где она тут у нас, 64 рубля 99 копеек, короче, грубо говоря, 65 рублей без копейки, 200 грамм упаковочка, я не знаю, что это за фигня, у меня к ней рука потянулась, вот сейчас мне её выдали, на мои 600 чем-то рублей, стиратели, мстители, финал, Марвел, я знаю, что какие-то мстители есть, потому что у нас по флудилке, ну, от команды, девчонки одно время обсуждали, я думала, что это какое-то аниме, потом я думала, что это какой-то фильм, в общем, я так и не поняла, что это, я сейчас это открою, сделана в Китае, какой-то игрушка, штамп, внимание, риск проглатывания, мелкие детали, предназначены для детей, старше 3 лет, даже по эфирским меркам, я уже дети, старше 3 лет, вот такая хрень, и вот такая хрень, какой-то мужик, Марвел, не знаю, как вы вообще, правильно, неправильно, люди, кто в курсе, что это за хрень, вы мне скажите, если что, в общем, вот теперь у меня есть, я помню, у меня были такие присосочки, уточки там какие-то, еще стерочки, даже ластики, но то ли при переезде они и канули в лету, то ли я их отдала мелким, в смысле этим, пряменьким, то ли просто кому-то отдала, то ли они просто ушли, сделав ноги, вон тут эта фигня, может быть, снимается, но она какая-то такая, мнущаяся, у меня есть какой-то мужик, вот мужик, 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 и он мне достался совершенно за 0,0 рублей, 0,0 копеек, хотя у него цена 49 рублей, то бишь, некоторые люди за 49 рублей вот эту хинею покупают еще, ну да благослови-то кто-нибудь, что уж, так, что это у нас, мне надо было салфетки, влажные, вот так сделаешь, все прилизано, да, вот так сделаешь, такая вот прям, няшечка там, короче, салфетки влажные, то ли плюс 20 штук, пятерки, продаются, почем как на рынке, 13 рублей без одной копейки, естественно 12,99, но все равно нужны периодически салфетки влажные, там купила молока, потому что у меня закончилось, магнит бы все равно пришлось заходить, ну, думаю, раз уж я еще думаю туда заеду, куплю молока, и старую мельницу, что-то мне так, я просто подумала, что тогда фига пью кофе, у меня это кофе, ну, не то, чтобы там полбанки осталось, может, ну, одна треть, наверное, банки осталось, этого оригинала, от бусида, вот у меня за месяц она ушла, две трети, ну, а еще в деревню отсыпала, вот сейчас пью из пакетика, то, что я в деревню возила, ну, как бы у меня еще есть, 227 грамм, уже меньше, сама упаковка такая весила, была бусида редкатана в зернах, хотела попробовать, вот купила у нас там в одном магазине, не помню, обозревала или нет, ну, короче, как бы кофе есть, но я думала, что это так много кофе пью, может, надо, как в детстве переходить, там, лет в 16-17 пила старую мельницу, вот этот ячменный напиток, оказалось, что ячменный, просто ячменный с цикорием существует, я уже не знала, из чего уж забыла так, на зоне его нету в наличии, тут я как-то видела в каких-то магазинах, таких сетевых, но ни в пятерке, ни в магните не нашла, думаю, может, где попадется, тогда куплю, но вот в пятерке не попался, купила молока, 15-го сентября оно рождено, и 22-го сентября оно помрет, молоко нормализованное, 3-2% жирности, красная цена, я его в пакетик положила, потому что, думаю, хрен знает, как купила, в таком подобном пакетике, оно было с дырочкой внезапно, ну, тут дырочки не обнаружилось, но пакетик на всякий случай, мало ли что, так, где оно у нас, молоко, 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 с мою книгу видим фигу, халва, это, а, вот молоко, 900 миллилитров, 29,99, 30 рублей без копейки, что у нас еще тут осталось, что я первое вообще, что я первое купила, вообще увидела, на прилавке, к чему подошла, с ключом, без скидки, дешевле, чем без ключа, то, что у них вот эта красная цена, и нормальный состав, вот как раз у меня щиты вчера схомячились, я еще думала, сегодня щит сварю, там капуста еще есть, там еще то, с пятой десятой, у меня вчера вообще щиты такие универсальные были, там и кабачок был, и хоренцу, не помню, так, или это салат называется хоренцу, забыла, в общем, если хоренцу, это та зеленая фигня, которая не совсем салат, то это вот она, не помню, как его, шпинат, короче, и шпинат был, и щавель был, и кабачок был, и помидорка, и огурчик, и перчик, и все, что обычно в щи кладут, мяса только не было, я поняла, такая, в общем, на зажарке, если делать зажарку, ну, на растительном, короче, подсолнечном, либо подсолнечной соливкой, на любом растительном, короче, масле делать зажарку, помидорка, этот, не помидорка, лучок, причем лукчок у меня был порей, лук и морковка, то вполне себе будет такой вариант супа, будто вы на мясном бульоне делаете, такой вообще веган какой-то я стал, в общем, 6 августа этого года оно сделано, фишхаус, сардина, сардина, да, атлантическая, натуральная, состав рыба, соль, лавровый лист, черный перец, 230 грамм, срок годности 36 месяцев, не более 36 месяцев, и вот она была с ключом, ну, вы знаете, как я открываю консервы, которые без ключа, если не знаете, посылаю вас к ролику, я не помню, как он называется, но вы там это, если что, погуглите, поищите по ютубу, по каналу, я там куриный суп делаю из консервы куриной, это жизнь, это не для слабонервных, ну, как я поняла, есть какие-то люди, которые примерно, как я открываю, открываю сначала шилом, потом это фигней, поэтому я стараюсь, даже если дороже, какая-то вещь, даже если без скидки, я тут покупала себе треску, печень трески, печень трески и соль в составе, там был ключ, я сначала там с бутербродами похомячила, что-то так стало, черный хлеб есть, у меня тут ранняя все вопило, что мне надо, мне надо есть черный хлеб больше, чем белый, или черный хлеб просто надо есть, а тут я напала что-то на этот черный хлеб, и бутерброды вот с этой печенью делала, потом салатик делала, с остатками этой печени, потому что там было написано после вскрытия не хранить, я думаю, что сожрать, там, ну, может, 5 часов оно хоть поживет, но обычно после вскрытия 24 часа оно живет, да, тут никак не хранить, вскрыл и вытянул куда-нибудь, в общем, тут вот с ключом счастье есть сейчас скажу, почем кайф где этот у нас фиш 69,99 67 без копейки сейчас вот мы на ней тупо твоя ну, что-то у меня тут еще осталось я не помню, есть ли у меня кокосовая стружка обычно кокосовую стружку берут, что там 20 рублей 40 грамм каждый день марка в этом, в Ашане я не помню, есть ли у меня стружка или нет, потому что я что-то вроде готовила как-то с этой стружкой а тут я взяла стружка, значит, 80 грамм сроком она, правда, до 27 апреля но на ней рецепт я думаю, рецепт я этот вряд ли запомню а думаю, а что бы и не взять и рецепт вполне себе вменяемый, там никакого сливочного масла я стараюсь это, в общем, я давно уже не ем сливочное масло наверное, может, с февраля у меня пару раз как-то попадала от той женщины, у которой я козье молоко беру с тварагом и она мне угощала как-то сначала козьим сливочным маслом потом сметаной, которая была консистенция как сливочное масло уже ну, как-то не идет у меня сливочное масло сама я не покупаю ну, как-то был у меня как-то продобас куплен вот закончилось, наверное, в феврале коровье сливочное масло короче, кокос, стружка интегриенты этого кокосового печенья стружка кокосовая 160 грамм это два пакетика, что ли, наоборот яйцо 4 штуки ну, значит, разделю на меньше потому что нафига мне столько много сахар 150 грамм и мука 2 столовые ложки любую муку, ну, может, можно будет рисом, наверное, взять в общем о! теперь вы знаете, что у меня мелодия на телефоне моя личная, которую я сама ставила сама писала сама выбирала звонили как раз по поводу того дела ради которого я ездила и что послучила поводом зайти в пятерку я уж не помню, что я там вначале говорила ну, в крайнем случае, живой как бы влог да, вот так вот срезан на монтаже это вспомню я сегодня еще один ролик хочу смонтировать который вчера записала ну, короче, в общем, печенье а вот вариант приготовления вот это я читала взбить яйца взбить яйца с сахаром в устойчивую пену добавить кокосовую стружку и муку тщательно перемешать взбитую массу оставить на 30 минут при комнатной температуре вот вам рецепт читаю будете тоже его знать если не знали затем тесто аккуратно выложить чайной ложкой на противень покрыть бумагой для выпечки а покрытой бумагой для выпечки слушайте, да я это как раз вот наконец-то опробую тот коврик я все хотела печенье рецепт печенья на упаковке того коврика и еще печенье, которое я делала модифицированный лёлей рецепт тюнингованный, можно даже сказать который я уже как-то делала но у меня что-то тогда в общем, как обычно я сделала много я забыла его съесть ну, вкусно оно тогда вышло перед деревней как-то делала и, в общем, я хотела то сделать или вот это сделать сделаю вот это вот именно вот этот рецепт и обновлю тот коврик выпечки между печеньями оставить промежутки примерно 3-4 сантиметра выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут до золотистого цвета печенья приятного аппетита в общем, я уменьшу это всё вот этот пакетик как раз будет один будет два яйца у меня как раз там три только осталось причём деревенские ну, как бы не то, что деревенские из частного дома честный сектор что-то такое покупаю я там через родственников 70 рублей десяток вот полстакана ну, 75 грамм песка и 1 столовая ложка муки вот записывать я не буду как я готовлю потому что у меня сейчас бардак такой на кухне и мне совершенно как-то некогда мне, честно, болит горло это всё надо будет как-то говорить да, там, проговаривать хотя я пишу вроде как этот ролик потому что как бы собиралась но ещё есть кое-что которое я хотела обозреть ну, позавчера у меня как-то не было времени вчера совсем не было времени а сегодня может быть завтра это запишу там тоже такое как бы пополнить один отдаю вам эту как бы зацепку пополнить плейлист у меня там есть какая-нибудь ароматерапия вот туда как раз пополнить и ещё я постараюсь на неделе может быть всё-таки записать и был у меня запрос от Лёльки из Тюмени и что-то подобное уже как-то писала в сезонное что-то вот такое осенние ароматы или ароматы этой осени в общем я уже выбрала то, чем я бы могла или хотела бы пользоваться этой осенью и как бы готова это обозрить надо только время выбрать в общем марк националь национальное богатство кокос стружка 80 грамм вот такая вот стружка без скидки в пятёрке продаётся и вот её цена без скидки сейчас найду 56,99 57 рублей без копейки и по-моему это да, это всё всё, что я сегодня купила всё, что я хотела вам обозреть в общем всем спасибо за просмотр спасибо за ваши лайки стебётся дизлайки подписки отписки кто отписался тот на того я влияла тупо как катализатор спасибо, что были со мной до отписки короче что там ещё надо говорить принято говорить блогерам лайки дизлайки а комменты за ваши если вы их будете писать за отсутствие комментов если вы решите их не писать спасибо за просмотр и всем пока